Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава Деяния апостолов, перевод Международного библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. В иконе Павел и Варнава вошли, как обычно, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказывались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Вот эта обычная история, она будет повторяться еще много раз. Значит, в чем дело? Они обращаются к иудеям, потому что они сами иудеи, этого никто у них не отнимает. И более того, Иисус, он мессия Израиля, он тот, кого они ждут. И поэтому с иудеями гораздо проще все это проговорить. А что касается язычников, то какое-то их количество прислушиваются к проповеди единого Бога. Каким-то образом отождествляют себя с иудеями, но они не являются иудеями в строгом смысле слова. Поэтому с ними это каждый раз отдельный разговор. Иудеи, которые строго иудеи, могут относиться как-то очень недоброжелательно к этой проповеди и считать, что у них отнимают их паству. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Да, чудеса, как подтверждение свыше. Жители гордо разделились. Одни поддерживали иудеев, другие апостолов. Но когда язычники иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дерви, в их окрестностях, но это уже совсем такая глушь в Малой Азии нынешней, где продолжали возвещать радостную весть. Вот хотят их побить, а они бегут еще дальше, ну и отлично, да, иначе там будем проповедовать. Нету для них слишком мелкого города, нету для них слишком незначительной аудитории. В Листре жил человек, не владевший своими ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и видел, что у него есть вера для исцеления. Да, вот эти чудеса, это не фокусник, приходит, делает что-то и все там произошло. Да, это ответ на веру человека. «Встань на ноги твоей прямо», — громко сказал он калеке. Тут скачил и начал ходить. Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей, а это же языческая глушь». Этот ликаонский язык, никто толком не знает, что это за язык, но, в общем, судя по всему, Павел его не понимает, с чего бы ему по-ликаонски-то говорить. А эти ничего не поняли в массе своей. Чудо произошло, ура! Они называли Варнаву Зевсом и Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. Зевс — это главное божество. Варнава, видимо, был такой попредставительней, повнушительней, а Павел — по речистии. А Гермес — это бог-вестник, да, тот, которого боги посылают к людям. Вот Зевс с Гермесом. Кто же это может быть еще? Тоже комедийная совершенно сцена. Вот «Деяния апостолов» часто показывают какие-то вот смешные, неловкие эпизоды. Вовсе не рисую первых христиан такими, знаете ли, иконными персонажами. Нет, они очень живые. Загорным был храм Зевса. Его жрец привел к городским воротам быков и принес венки. Народ хотел принести им жертву. А те бедные проповедуют и даже ни о чем не догадываются, пока не видят, что вот уже жрец быков ведет венки. Когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, видимо, им перевели с Ликаонского на греческий, они разорвали свои одежды, кинули столпу и стали кричать. А помните, что вы делаете, мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с небес, выражая в свое время. Он дает вам пищу и наполняет ваши сердца радостью. Но даже этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Эх, вся-то их проповедь привела к чему? Им жертву чуть было не принесли. Слава Богу, жертву удалось отговорить, но ничего объяснить не удалось. Все впустую. Мало того, что впустую. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Конии, и туда за ними пришли, склонили толпу на свою сторону. Павлу побили камнями и вывылкли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. Вот упорный. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Но это же полная катастрофа. Оттуда их прогнали. Сюда они пришли, здесь их приняли за богов и чуть не принесли им жертву. Когда они сказали, нет, мы не боги, то они настолько рассверепели, что их камнями побили, чуть не убили Павла. Зачем всем этим дальше заниматься? Очень часто люди представляют себе христианскую проповедь таким триумфом бесконечным. Вышел, что-то сказал, все, ура, 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 мы поверили, да? Да нет. Но будут и триумфы. Наверное, без этих жутких совершенно каких-то поражений не было бы следующих триумфов, не было бы основанных церквей. Итак, Дервия, еще один крохотный городок. Они возвещали радостную весть, в этом городе приобрели много учеников. Неожиданно сработало. Затем они возвратились в Листру, иконию Антиохию. Ну, не главную, а ту самую, писидейскую. Там они ободряли учеников и овдушевляли их оставаться твердыми в вере. Значит, и там кто-то поверил. Может быть, мало. Не триумфально, но и не бесполезно. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство. Говорили они. Ну да, они уже это поняли на своем примере. Так-то говорить о том, как круто быть христианином, христианином, это здорово, но не совсем правда. Иногда приходится им попереживать неприятные эпизоды. Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших. Помолившись с постом, передали Господу, в Которого они уверовали. Вот они основали общины, старшие, то есть пресвитеры по-гречески. Уже возникает какая-то иерархия своя. Затем они прошли Песидию, пришли в Памфирио, все небольшие области. Проповедовав слово в Перге, они пришли в Аталию, знаменитая Анталия, куда все ездят купаться. Это та самая Аталия. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где они были вверены Божьей благодати на труд, который они исполнили. Собственно, их оттуда отправили на эту проповедь. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них и как Он открыл дверь веры для язычников. Интересно, рассказали эти анекдотические эпизоды? Я думаю, да, иначе откуда бы Лука это знал, он с ними там не присутствовал. Там они пробовали довольно много времени вместе с учениками. Вот, смотрите, с одной стороны, это миссионерство, вот эти поездки, а с другой стороны, какие-то очень простые истории о том, как эти люди оказываются в комедийных ситуациях, как в опасностях они, как не все удается, но удается что-то, и то, что удается, наполняет смыслом вот эти их труды. Дальше будет продолжение. Дальше будет продолжение. Дальше будет продолжение. Продолжение следует...